Всем привет! Сегодня буду готовить очень вкусные, очень ароматные, пряные капкейки, которые будут сверху с ореховой корочкой, внутри с шоколадными капельками. Они очень яркие, очень вкусно пахнут и такие нежные-нежные, вообще прям мягусенькие. Вся семья была в восторге, несмотря на то, насколько простой этот рецепт. Для начала нам понадобится отварить тыкву. Именно так, не бойтесь, ее абсолютно не будет слышно, но зато это и полезно, и очень красиво. Капкейки будут яркие, оранжевые, такие прям осенние по-настоящему. После чего тыкву нужно будет измельчить блендером в пюре. Отвешу нужное количество пюре и буду тереть сюда замороженную четверть апельсина. Почему замороженную? Так с нее уйдет горечь, и так ее в принципе намного удобнее потереть и измельчить. Затем, чтобы уже отправить замораживаться, отставляю пока остывать тыкву и размораживаться наш апельсинчик. И буду заниматься орехами, которые измельчаю с сахаром в блендере. И высыпаю к размягченному сливочному маслу. И теперь перетираю орешки вместе со сливочным маслом. Должна получиться именно такая мягкая кашица у вас. После чего эту кашицу высыпаю на ровную поверхность, застеленную. У меня это обычный пакетик, либо фалик берем. Под пленкой будет не так удобно. И распределяю вот абсолютно аккуратненько, потому что расползется все. Приблизительно толщина где-то около 2 мм. Распределяю и отправляю это все добро в морозилку. Здесь у меня уже тыква, яйцо, подсолнечное масло, сахар, молоко, корица, апельсин. И теперь нужно будет добавить сюда еще соду. Ставлю эту всю смесь перемешиваться до растворения сахара. И добавляю сюда пол чайной ложки соды, которую предварительно гашу уксусом. Можно добавить отдельно либо разрыхлитель полностью, либо полностью соду. Но мне больше нравится, когда они работают в дуэте. Поэтому я кладу по пол чайной ложки того и другого. А вы можете заменить полностью на чайную ложку чего-либо. Либо соды, либо разрыхлителя. То уже смотрите сами, может вдруг у вас нет чего-то на данный момент. Добавляю муку, перемешанную с разрыхлителем. Быстренько перемешиваю. И мне в этот раз захотелось сюда добавить шоколадные капельки. У меня просто было, тут буквально грамм 45 у меня было. То есть здесь у меня именно термостабильные капельки. Можно добавить сюда орешки, можно добавить кокосовую стружку. А можно и вообще ничего не добавлять. Они и так будут очень вкусные и пряные. Выкладываю нашу смесь по формочкам. Мне хватило на 14 капкейков здесь. Они не очень маленькие, обычных стандартных капкейков. Как раз где-то по столовой ложке. После морозилки достаем нашу ореховую смесь. И вырезаем с нее кружочки, которые сверху выкладываем. Ну в общем работаем как с кракелином, если кто работал. Хорошо, если вам удалось заморозить это на двух разных досочках. То есть пока вы вырезаете с одной, другая лежит в морозилке. И меняете их так. Так удобнее, потому что смесь очень быстро подтаивает. Ее уже становится неудобно раскладывать по капкейкам. Становится обратно вот такая вот кашица, которую я просто потом выкладываю. Так как у меня не было времени делать это на двух досточках. Просто выкладываю там, где мне чуть-чуть не хватило. Вы можете сделать такую ореховую смесь и покрасить ее красителем. Если хотите, у вас получится вообще красивое сверху. Отправляю это все добро в духовку минут на 30-40. Смотрите по вашей духовке уже на 180 градусов. Они должны пропечься, хорошо подняться. Получается ореховая красивая корочка. Можно капельку присыпать сахарной пудрой для красоты. Сейчас разрежем и посмотрим, какой он внутри у нас получился. Он еще у меня тепленький. Аккуратненько снимаю с него бумажечку. Он вообще мягусенький-мягусенький. Разрезаю его. И вот такой вот он оранжевый, красивый внутри получился. Пористый, очень-очень вкусный и просто ароматный. Посмотрите, какой он мягусенький. Я уверена, что вам должен понравиться этот рецепт. Моя семья без ума от него. Обязательно попробуйте и вкусной вам выпечки. Не забывайте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok